Добро пожаловать, мальчишки и девчонки! С вами ваш Невермор, и возвращаемся к Сиксиончику нашему прекрасному. Практически с того же момента, где закончили, но не совсем. Решил я, чтобы не врываться прямо в самый главный квест, чуть-чуть подготовиться, ибо пиранайзе выглядит довольно-таки страшно, чуть-чуть подготовиться и немножко достроить всякого разного интересного. Например, мы добавили ещё одну ВКД, чтобы у нас было плюс 122 по корпусу. Мы добавили вот то самое страшное, что вроде бы сам читал, вроде бы сам и видел, да? А потом говорил, зачем оно мне нужно, улучшение солнечных панелей? Нет, оказывается, при большом, точнее, при большой застройке панелей, вполне себе очень даже нужно. Те самые 7,5% нам решают не просто проблемы с энергией, настолько решают, что нам и атомные станции не нужны. Что более чем прекрасно. И, опять же, самое прелестное, самое интересное, застроил даже вот-вот-вот, где он есть, где он есть, где он есть, самый крайне отдельный сектор. А где-то есть. Короче, у нас открыты все 5 секторов, и это просто чудесно. Сектор 3. Или это давно было, или я его застроил ещё в прошлом эпизоде. Короче, это было давно. В результате у нас открыто всё, всё, ещё раз всё. Прекрасно, прелестно. Что мы можем? А мы ждём, что он нам выдаст Пиранези, и куда мы от неё будем бежать. Потому как при исследовании всех планет, не было найдено ни одних координат, которые могли бы нам помочь. А вот и оно. С Пиранези летит, ракетка прямо в текун. Что мы можем сделать? Что мы можем сделать? А мы будем ждать на месте. У нас плюс... Плюс 64, что-то поломалось. Плюс 128. Я просто ради интереса посмотрю, насколько сильно она сломает нам корпус, и стоит ли нам вообще от неё бегать. Да вижу, вижу, оденышко, вижу. Врезается. И становится... Ох ты ж мать! Ломают на бодрые 200 единиц. Это не есть хорошо. Причём ломает, я так понимаю, что за счёт повреждения внутренних систем, да? Да, в секторе два проблемы. Главное, чтобы не пожары. О, сектор пять пожара, кошмар. Вот это опасно. И ещё и реквест. Чё вам нужно? Алгоритмы контроля данных перегружены. Результаты диагностики указывают на постороннее вмешательство. На все экраны выводится изображение Пиранези. Оно преследует во снах и оставляет неизгладимые следы в сознании. Понятно. Минус штраф по... Можем ли мы чё-нибудь добавить вам для улучшения настроения? Потому что доверие минус 0,4. Это только начало. Заметьте, на старте... На старте всё было вообще хорошо. А от Пиранези летит нам целый рой дронов. Они хотят перехватить теку. А вот этого не боюсь. Но это вообще не боюсь. По той простой причине, что мы построили антидроновую штуку. Вот она. Передатчик помех для дронов. Обрушивает поток положенных данных. По частотам УЧР нарушает целеполагание дронов. Вроде бы теоретически должны как-то сдюжить выжить. По крайней мере мы тоже проверим и не будем никуда бежать. И вот таки он долетает. Мы получаем что? Мы получаем что... Действует таки на нас дроны. Из-за повреждения сооружения минус 120 это считает погодой. Нехорошая у вас погода, поэтому нет. Мы перелетим к другой планетке. Пока мы имеем такую техническую возможность. И переждём там. А теперь ещё и Пиранези к нам движется. Как будто нам было мало плохого. Движется, я вам скажу, довольно-то бодро. Может она впилится в этот квазар-пульсар? Оу, у нас достаточно данных для изучения ракетной технологии Пиранези. В лаборатории можно начать соответствующие исследования, когда мы сможем разработать контрмеры для защиты от вооружения Пиранези. Я сильно сомневаюсь, что елдообразная ракета, которая размером больше, чем наш корабль, может как-то быть отклонена от курса. Но, тем не менее, Пиранези, анализ угрозы ракет, светоросеяние предотвратить столкновение с ракетами. Я вот запомнил эту фразу, что оно предотвратит. Потому что есть у меня очень серьезные сомнения. Возможно, светоросеяние это на пульсаре нам поможет. Но на пульсаре Пиранези доберется до нас просто-таки адким быстрым темпом. С другой стороны, Невер молодец, и Невер заранее накопила чаще науки. Потому что, если бы мы это проходили с того места, где мы закончили, не накопив науку, было бы больно-больно и очень сильно больно. А так, смотрите-ка, за что? Вспираемся, летит ракета прямо в текун. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, мы только починились от той ракеты. Должны успеть. Кстати говоря, должны успеть. Летит она цикл полтора. Мы технологию разработали. Что нам это дало? А ну скажи. Анализ угрозы ракет. Мы можем это построить. Построить или построить? Вынимательно наблюдаем. Построить. Кодвигатели внешней системы. Здесь нет антиракетной штуки. Здесь нет антиракетной штуки. Здесь нет антиракетной штуки. По-моему, у нас несколько когда-либо. Правильно сказать, обманули. Да, технология есть, а результата нет. Вот это неприятная штука. Ну, будем верить, что ну тут автоматом как бы, да. Тому заделалось и все хорошо. Ждем прилета ракеты, тем более, что корпус мы поучинили. Сейчас с другой стороны, а что нам мешает? Потому что тупо отогнать, точнее обогнать ракету. Летит-то Тикун вот сюда. На эту планетку. Заодно и пиранезе будет нам двигаться через злое-злое-призлое облако. Тикун, Сахар. Самое число, что они текут через 10. Че-че-че-че-че? Не надо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мы, у нас же все рабочее. У нас и корпус на плюсе. 5, 4, 3. Что? Ой-ё-ёй. Администраторы должны двигаться дальше. Система не может быть простительным пристанищем для нас. Члены экипажа одолевают синдром мертвой земли. А синдром ракеты в задницу вас не одолевает случайно, друзья мои? У нас большая-пребольшая-пребольшая, очень большая проблема. Три, два, один. Устройство самоуничтожения не найдено. Самоуничтожение невозможно. Слава яйкам космическим. Хоть что-то, но работает. О, а ракета-то исчезла. А нет, не исчезла, это я её потерял. А ракета на месте. Ракета на месте, это очень плохо. Мы её вроде бы обгоняем. А если мы её обгоняем, то давайте обгонять её дальше. Одобряем движение. Может как-то пересечь сейчас, собираться с орбитой Пиранези и загнать ракету прямо в него? Тут такой опции случайно нету тем. Другая проблема, что доверие у нас минус 4. И добавить мы особо добавить-то и не можем. Так, Пиранези совершила кибератаку. Несколько столовых вышло из строя. Это очень плохо, это очень нехорошо. Кроме того, что у нас многие здания просто горят. Столовые вышли из строя. Да, а надолго ли? Так-то я может могу добавить пару столовых. Население. Ой-ё. Да, немножко нужно узабочиться, иначе у нас будет большая проблема. Столовые, столовые. А где же вас поставить-то? Юстин, у нас очень много проблем. Многие из них называются хрен-то что сделаешь. Окей. Тогда плывем по накатанной. Внезапно. Администратор. Это... Верджин Делис из научного синдиката в секторе 1. У нас уже научный синдикат есть. Однако. Поскольку Эден был совершенно недеспособен, нам пришлось обойти стандартные протоколы связи. Не знаю, получите ли вы это сообщение, надеюсь, что получите. Пиранези – это самая серьезная угроза, с которой мы когда-либо сталкивались. Как только до нас дошли первые сообщения об уничтожении Девинанки, мы тайно начали расследование попытки найти способ нейтрализовать эту угрозу. В центре этой системы находится Дест Линн на интервальный пульсар. Несмотря на всю мощь Пиранези, мы считаем, что в нынешнем состоянии он не выдержит импульса этого пульсара. Правда, и Текун тоже не выстоит. Вам следует отправить экспедицию на этот пульсар и найти решение. Прекрасно, прелестно. Администратор. Восходит много слухов. Одни говорят, что вас либо не существует, либо вы погрузились в Криосон. Другие считают, что Эден выдает себя за вас. Третий, включая меня, все душой верят в вас, нашего администра. Слушайте, прям как про Нево рассказали. Слово в слово, один в один. Кто-то верит, что он есть, кто-то верит, что он девочка-волшебница. Все сходятся в том, что он молодой и красивый. Замечательная игра, поэтому да. Новая цель. План просто бомба. Замечательно. Бомба название. Бомба. Пульсар пробуждения монстра. Окей. А, Миди Лев, я тебя очень сильно прошу, слетай вот сюда. Исследуй все, что можешь. Мы должны долететь до планеты, включить наше производственное здание. У нас проблема с аккумулятором. Мы не успеваем зарядиться. Доверие безбожно от этого падает. Прочность корпуса тоже. Заданы новые координации. Тикун движется к Пиранезе. Да, Тикун не движется к Пиранезе. Врешь. Все. Это Пиранезе движется к Тикуну. Но пока что терпимо движется. И сейчас проверим, насколько ракетная защита у нас работает. Не, ни звезды не работают. Ни звезды не работают. У нас в минус все ушло. Минус 200 сходу. Тящее облако налетит. Так, ученый прибыл. Ученый прибыл. Считаем внимательно. Мы находимся на орбите Пульсарчика. Он просто огромен. Результаты предварительного анализа подтверждают прогнозы научных синдикатов секторе 1. Мы сделаем все возможное. Найдем способ использовать силу Пульсара против Пиранези. А, 10 гребаных циклов. А как это за это время выжить-то? Это же вообще нереально. Аспирант летит еще одна ракета. Да, обошли бы он. Кстати, как показала практика, столовые у нас просто тупо отключились, да? Их не сломали, они просто выключились в минус. И задача их не построить новые, а просто взять и включить. Казалось бы, читай внимательно Невер, но где ж Невер, где внимательно чтение? Зато шансы повышаются. Возможно, по доверию даже выживем еще. Короче говоря, с трудом большим углаясь от ракет, мы читаем, что нам говорят. Мы сделали множество измерений, провели комплексный анализ активности на планете, точнее, на квазарочке. У нас готова идея о том, как адаптировать архитектуру Тикуна, чтобы корпус станции работал, как клетка Фарадея. Мы также разработали про этот тип устройства, которое мы называем ИКР-3. С его помощью можно будет сообщить импульс от этого квазара. Чтобы продолжать, нужно проанализировать оставшиеся данные, изготовить модели, конструкции в нужной лаборатории на Тикуне. Итого. Новое технологическое улучшение. Пиранезия доступна улучшение клетка Фарадея и Пиранезия улучшение зонды КР-3. Это будет сложно, но мы постараемся. Тем более, что что? Тем более, что главное не перепутать. Сперва мы делаем клетку Фарадея, потом мы делаем зонды КР-3. Если мы сперва запустим зонды КР-3, то мы взорвемся вместе с Пиранезией. Так что сперва клеточку Фарадея и ждем. Ну короче говоря, дамы и господа. Оказывается, что номер тупой, тупой еще раз тупой. Контрмеры есть. Но никто не подписал, что контрмеры, друзья мои мои. Здесь вот, в спусковой установке зондов, которая делает, что антиракетные ракеты. Всего лишь 10 полимеров дают нам полную защиту от ракет, так что бегать от них приходится не так уж и страшно. Страшнее становится самим Пиранезия, который внезапно решил нас догнать. Но и это не проблема. Мы таки изучили. Изучили то, что нам нужно. Вот ту самую-самую-самую-самую-самую. Где она? Вот ту самую клетку корпуса Фарадея, которая требует 480 гребаных единиц полимеров. Если бы мы их не накопили заранее, это был бы адский ад. Но так ещё можно работать, можно жить. Строим. Да, и заодно, мы вполне можем начать производство самого этого зонда Экар, который требует 5 циклов. Но, пожалуй, что ради сохранения своего тактикунчика, мы всё-таки построим клетку Фарадея, а потом уже порвёмся в сам зонда Экар. Ну и, короче говоря, с огромным просто-таки адским трудом, мы сдюжили, 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 сдюжили. Построили эту гребаную штуку под названием, скажите, пожалуйста, Клеточка Фарадея. Это... Я не знаю, как можно было делать так игру, но ты всю игру сидишь и расслабляешься, а здесь просто мега-микроменеджмент, врубаешься. Не с первого раза, друзья мои, совершенно не с первого раза, друзья. И с балансировкой доверия просто на вот этих грёбаных 0,3%, но всё же смог добраться до этого места. Теперь я очень сильно надеюсь, что мы взорвём в Вене этот тайкун... Боже, не... Фу, неправильно сказал. Взорвём Пиранези. Построить Экар за пять циклов. Ну, пять циклов как-то сдержимся. Тем более, что там сейчас подбегут политики на хорошую кормёжку, которую отключали на поле секторов. Вроде бы должно сработать. А, смотрите-ка, работает антиракетная ракета. Летит себе. И очень даже-даже перебивает. О, можно ввести ещё один указ. Сейчас поправим довериям. И вот тут вот, когда ты думаешь, что ты уже выживешь и завершаешь построечку этого грёбаного дрона против Пульсара, на Пиранезе появляются дополнительные... Я даже боюсь подумать, что подсистемы... уровень угрозы увеличен. Будет чаще носить удары. Надо уже отбиваться нечем. Смотрим, что там. Икар готов к пуску. Можно прямо сразу. Да, активируя Пульсар. Позязенька. Я хочу это увидеть. В смысле пять циклов? Господи, боже мой. Помогите мне, космические боги. Как это вообще можно выдержать? Ууу. Ну, по крайней мере, доверие минус 0,1. Это практически ни о чёмное доверие. Там есть ещё один указик на повышение пропаганды в одном секторе. Поэтому выдержим, выдержим. Ну, а самое-самое гадское это когда этот долбанный пиранез в очередной раз отключает тебе вот те самые столовые. Вроде всё есть, вроде всё хорошо, но тем не менее начинает не работать. Хотя, мы ввели доверие плюс 0,6. Мы прекрасны, мы молодцы. Кроме того, что у нас в секторе 2 еще не применая политика пищи убили. Так что, может, даже восстановим. А сколько это вообще можно? Тем более, что что? А мы успели, мы пробудили пульсар. Я надеюсь, что нам покажут вживую, как эта тварина сдохнет, ибо мы слишком многим пожертвовали. Упилизошлены в экипажа 5, но они были героями, мы их запомним. Корабль Менделеев. Стакан, изобретенный тобой животки, тебе же. Икар-3 сработал, активировал пульсар. Корабль Менделеев принял о себя весь удар. И нам не покажут, что ли? И все. Не, вы понимаете, насколько это не солидно, не стабильно? Вы победили Пиранези. А, вот. То есть, вот эта волна, это и все, что мы получили. Такое себе ощущение. Нам Тикун подгонять нужно или не нужно? Дроны поджарил, ракета разорвала. Хорошо. Знаете, что, мы подгоним туда Тикун, пока будем подгонять как раз-таки немножечко. Чич, давай. Мы это видели всю красоту. Немножко позапускаем зондики, немножечко подобываем полимерчики, точнее, используем наш завод по переработке отходов, сделаем оттуда полимеры. Ну и создадим себе новый научный кораблик. Только поскольку у нас махонькая проблема. А, у нас же еще карбон не. Слушайте, мы сейчас перерабатываем вообще на изи-пизе. Чуть-чуть не заметил, что у нас его до черта полно. Запускаем фабрику Тарантори. И в качестве нового научного корабля, друзья, вы не поверите, у нас снова лампочка. Нет, реального разработчика, просто список имен был, наверное, в пределах пальцев одной руки. Смотрим, наблюдаем, вылетаем, прилетели. Станция Пиранези обезвреженная импульсом. Ее дроны пожарили, а ракета разорвала. Когда работал импульс, корпус судна зарел с электрическими дуками и взрывами. Пока экипаж текунно за всем этим наблюдал. Нам удалось пробраться на Пиранези через брешь в корпусе. Все двери-шлюзы не повреждены импульсом, за непрережденные точнее импульсом закрылись. Похоже, почти все системы, которые мы увидим, расплавились. Стены источают черное грязное масло. Атек с координатами. Мы таки отсюда сбежим, даже не глядя на все эти планеты, которые здесь остались. Палезного особо нам я не думаю, что дадут. Для выживания тут уже ничего не поможет. Тем более, что если я так правильно понимаю, то по сути у нас-то и врагов не осталось. ООН разбила Пиранези, а само ООН на этой манке разбило наших долосов. Так что мы последние выжившие, мы молодцы, мы красавчики. Даже с плюсовым корпусом и даже с плюсовым доверием. Еле-еле с большим трудом, за исключением 4-го сектора, но тем не менее. Наблюдаем. Внутренняя часть Пиранези сильно повреждена. По углам судна все еще мерцает голубой огонь. Голубой огонь. Ох, что за намеки. Целые сектора обрушились. Некоторых обломки слон состоят из чего-то живого. Мы отсняли нечто похожее на биологические нейронные сети. Видимо, это они активировали шлюзы корабля. Дроны валяются на полу и висят на сломанных трубах. По пути к месту хранения координат мы видели огромную полупрозрачную капсулу. В белом баке с какой-то жидкостью плавают разлагающиеся тела. Судя по цвету их униформе это экипаж Томинанки. Несмотря на все препятствия мы добрались таки до устройства на котором хранятся координаты Рэма. Мы готовы начать передачу. Сколько циклов? Три цикла. А вы не могли, друзья мои, сразу все это сделать, да? А потом уже рассказывать, что мы молодцы, мура, сделали все, красавчики. Да, дире... Да, новый указ я знаю. Дроны-то тоже отключились. Я вам сказала, что дроны отключились, но тут визуально заметно, что дроны отключились. Это круто. Тем более, что, 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 что у нас озонтик еще недоступен, но может быть немножечко там пролутаемся. Да, пролутаемся уже в следующей системе. Что нам там? Полимеры на корабль есть, полимеры на дрон, на зонды есть. Все у нас есть. Осталось только долететь. Если только не посчитать на пальцах, какой-то у нас будет прыжок. Вроде бы нам говорили, что на четвертом прыжке к гебеняшкам наш текун развалится. Несмотря на плюс 132 по корпусу. А тебе вообще не хотелось бы. Сообщение с корабля лампочка. Передача завершена. Все индикаторы говорят зеленым. Пока извлекались координаты, мы не сидели без дела, а изучали остатки систем на борту. Поскольку судно использовало свое главное орудие, а эта венанка отчаянно оборонялась, здесь все в плачанном состоянии. Корабль, кажется, еще вибрирует. Можно сказать, бьется в агонии. Вскоре он сам развалится на части, так что нужно уходить как можно дальше. Когда этот оплот без человеческих технологий испустит дух, будет много разрушения. А мы можем уже, да? Знаете, да даже не глядя, даже не глядя, прыгаем к следующему пункту назначения. Я об этом потом пожалею, что не загреб ресурсы, но тем не менее. Корабли должны вернуться на Текун. Да не выпускали мы никого. Чтоб в этой сентиме при погоне на Пиранезе за нами еще кого-то выпускать, да ни за что в жизни. Летим, смотрим. Продолжение следует... Вопрос только, а мы на выходе не поломаем ту хорошую планету, которая мы... Боже, неужели это она? Я вижу голубое, я вижу зеленое и вроде бы даже без вулканов и без цианитных озер. Скажите, пожалуйста, что это она, и мы это дело допрошли. Мне хочется верить в хорошее. Во хлеб, прыжочек завершен. Выполняется предварительная диагностика. Я чувствую, что Рэм близко. Мы добрались до системы Илья. Я так тонко намекну, что у нас робот чувствует начал. Скоро Тикун разрушится. Следует ввести канализационный протокол Нью-Конт. В смысле всем покинуть корабль и садимся на планету? Новая цель, последние горизонты. Давайте визуально осмотримся. Бог ты мой. Посмотрите, пожалуйста, ни одной злобной... Ни одного злобного облака, ни одного вражеского дрона, никого. Доверие плюс 5,1. Выбрались таки. Народ таки понял, что мы добрались, куда нам нужно. Это вообще законно или незаконно? Ну, в любом случае... Финал этого всего действия мы посмотрим уже в следующем эпизоде, друзья. Пока что маленькая пауза. Не забываем про наш телеграм, дискорд и вконтакт. Ссылочки все так же под видео в описании. Всем удачи. Всем до встречи. Увидимся немножко попозже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok